Продолжение следует... Ваши родители, предатели Советского Союза, Советского Союза таких, как трудные заработки, употребляют паразитов. Вот это ты льешь. Ты что там употребляешь? Что употребляешь-то? Я весь в шоке над тобой. Здравствуйте, друзья. С вами Кузнецов Дмитрий. И я вас поздравляю, с чем вы думали бы сегодня ваш любимый формат видеоколлектора. Прочитали на дедушка-коллектор. Да, достаточно возрастной. Хотел сказать мужик, но не может мужик, во-первых, додуматься до такой работы. Ну, а во-вторых, даже инстинктивно, даже без размышлений. Просто нормальный мужик, я так думаю, что нормальный мужик даже представить себя не может. Вот на этом позорнейшем месте первое коллекторское бюро. Да, именно они чаще всего ходят. И теперь внимание я привлеку тех, кто боится. Вы боитесь, потому что не знаете. Именно незнание, я в миллионный раз повторю, порождает этот страх. Вот сейчас вам будет демонстрация того, как себя вести с коллектором. Я аплодирую человеку за кадром, к которому пришел этот обморок. Небольшой спойлер. Долгу 16 лет. Или 14 сейчас. Ну, мы вместе с вами сейчас это и посмотрим, и послушаем. Я благодарю людей, которые прислали мне этот файл. Так что, ну, я надеюсь, это и есть автор. Потому что мне просто на почту прислали. Я призываю, ребята, записывать, если к кому-то приходят, да, это редкие случаи, но если приходят, пишите на камеру, пишите на телефон. Вам не запрещено это делать. Если вам будут говорить типа про лицензию какую-то, смейтесь, чем громче, тем лучше. И откровеннее смейтесь. А перед этим, чтобы смех ваш был уверенным, почитайте 29-ю статью Конституции. Я подчеркну, когда я говорю 29-ю статью, а потом мне впишут в комментариях, ничего подобного 29-й статьи мы не нашли. Ребята, у нас существует ГПК РФ со статьями, у нас существует Гражданский кодекс, там статьи, у нас существует список федеральных законов, и там тоже статьи в каждом законе. Ну, естественно, Конституция тоже разделена на статьи. Так вот, когда вы хотите что-то проверить, услышали от меня, либо от какого-то другого юриста, статья такая-то, нужно опираться именно на тот нормативный источник, о котором говорит тот либо иной юрист. В данном конкретном случае я говорю о статье в Конституции, статья номер 29. Так и пишите. Статья 29, Конституция. Итак, друзья, я вам зачитываю. Статья 29, Конституция Российской Федерации. Первая часть. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. Раз. Вторая часть. Не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расово-национального, религиозного или языкового превосходства. Это два. Третье. Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них. То, что у нас коллекторы изо всех сил пытаются делать, затыкая нам с вами рот, выкрикивая. Это не конструктивный диалог, когда им свое мнение декламируешь. Четвертое. Прямое отношение к нашей теме имеет. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Ну и дальше, пятая часть. Гарантируется свобода массовой информации, цензура запрещается. Но это уже больше меня касается, то, что я выкладываю у себя на канале. Меня уже можно в какой-то степени причислить к так называемым лидерам мнений. Но то есть аудитория огромная. Спасибо вам, друзья, за то, что подписываетесь. Если не подписались, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, колокольчик нажимайте, чтобы своевременно узнавать о выходе нового материала. И я еще раз для вас прочитаю. Когда вам будут говорить про лицензии и что-то еще. Каждый, слово каждый, имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. А насколько мне известно, ничего противозаконного нет в том, что вы достанете свой собственный телефон или даже чужой и начнете нажимать на кнопку красную, которая провоцирует телефон делать видео, аудиозапись и так далее. Одним словом, пользуйтесь законами и не надо бояться. Именно страх, он сформирован за счет незнания. Я вам помогаю от этого избавиться. Нивелируем незнания с моей помощью. С помощью подобных каналов. Ну а что? А теперь мы с вами переходим непосредственно к видео. Ну и... А, давайте, знаете, как еще. А потом вы досмотрите видео, на этом праздник не кончится. И будет еще аудио. Тоже спасибо автору, кто прислал это все. Я вас предупреждаю. Если после видео вы начнете нервничать, вам будет хотеться что-нибудь сделать с этим вот представителем мужской части общества. В кавычках мужской, да? В общем, а потом вы, я вам гарантирую, будьте ржать. В конце вы просто посмеетесь. Сегодня мы обойдемся без моей работы. Это в следующем ролике будет. А может быть, даже я еще в конце чуть-чуть. Давайте так. Значит, видео. Потом аудио от подписчика. Шикарное, шикарное аудио. И не подписчик виноват в этом, а тот, кто ему звонил. Ну, так же, как и в моем случае. Я себя, ответственность за успех моего канала частично снимаю, потому что без коллекторов бы этого не было. Ну, потом я еще пару разговорчиков для вас сделаю. Вот такой сегодня будет, как говорил один из наших известнейших политиков, компот. Вот так он реагировал на видео, где всем известный господин Навальный снял его имущество, так называемое. Ну, короче говоря, все вы знаете, о ком речь. Короче говоря, сегодня компот, ну, компот вкусный, гарантирую вам. Вам понравится. Поехали. Чтобы придется аудиофиксация. Ага. А у меня видео. Так, Владимир Александрович, суть такая. Значит, есть предложение по вам официально. Значит, у вас есть задолженность одна, у нас на сопровождении. Передано нам из банка. Угу. Вот. Есть возможность официально вам скинуть по-разному за инвестиционные платежи от 27 до 45 тысяч. Угу. Вот. Остальное, остаток, можно от полутора тысяч до 2800 в рассрочку. Угу. Вот. Есть возможность одним платежом закрыть, с максимальным дисконтом, там, 52 тысячи вам скинем. Угу. Вот это приусловие одного платежа. Вот. Собственно говоря... Удостоверение ваше можно увидеть? Слушай, доверенность. Доверенность может. Доверенность у вас тоже есть? Доверенность. Да, от нотариуса. У заверенной от нотариуса. Так, друзья. Вот здесь я, конечно, поправлю автора. Дело в том, что от юрлица можно ходить с доверенностью заверенной организации и подписью ответственного лица. Как вы можете вот в этой связи поднаехать на такого вот ухаря? Да, неправильно требовать нотариальную доверенность. Неправильно, друзья. Потому что необязательно. Так вот. И это все равно победимый случай. Что бы я сделал? А что надо сказать? Так, доверенность. Он показывает доверенность. Вот юрлица. И там подпись ответственного лица. Знаете, что должно быть? Какая фамилия должна быть под подписью? Того лица, кто наделен правом действовать без доверенности. Эти лица указаны в игрею, собственно, этого юрлица. Поэтому, если у вас есть телефон, да, или как-то еще. Одним словом, вы можете, 100% подписал эту доверенность, какой-нибудь обморок, похожий на этого, которого, естественно, нет права действовать без доверенности. И в этой связи вы говорите. Вот этот вот великовозрастный мученик, он понятия не имеет, кто в игреюл там указан, и кто имеет право действовать без доверенности. Я вам скажу, что это имеет право делать только генеральный директор. Ну, директор, который действительно открывал организацию, либо назначен учредителями. Вот, естественно, вы можете быстренько загуглить, узнать, кто директор, настоящий директор головного офиса того же первого коллекторского, и сказать, слушай, вот этот вот, который здесь, вот эта фамилия, он не наделен правом действовать без доверенности. У него тоже должна быть доверенность. Поэтому ничего не пропало, так говорите с ухмылкой ему. Ну, ты, пожалуйста, покажи мне копию доверенности на этого, который сделал на тебя доверенность. То есть у него должна быть доверенность с правом передоверия. Уже от самого главного специалиста, ну, то есть от самого главного хозяина. Естественно, эта цепочка никогда не замкнется, нет у них ничего. Еще раз повторяю, у него, если есть доверенность, то доверенность от какого-нибудь директора филиала, который в ЕГРЮЛ не прописан. Шутка в ЕГРЮЛ. То есть это документ вы можете запросить совершенно бесплатно через интернет. Ну, или за 300 рублей разные есть ресурсы. Единый государственный реестр юридических лиц. Это бесплатно можно сделать. Ну, если не получится, бесплатно за 300, там, 200, 150, разные они там цены называют. Но это на самом деле очень легко сделать при определенной, как я люблю говорить, степени интернет-компетенции. Так вот, 100%, 120%, 220%, что тот, кто подписал эту доверенность, не наделен правом действовать без доверенности. То есть не мог вот этому обмороку великовозрастному подписать доверенность непосредственно и самый первый человек в первом коллекторском бюро. Я надеюсь, вы меня поняли. От вашего работодателя? От моего работодателя. И еще, пожалуйста, удостоверение ваше. Первое коллекторское бюро. Генеральный директор. Ну, я вижу печать вашего генерального директора. А что-то, то, что это заверено нотариусом, я не вижу. Как положено, вообще. Ну, не знаю, не знаю. В рамках законодательства. Паспорт у вас есть? Да. Отлично. И ваше удостоверение, будьте любезны. Незноверенность. Угу. То есть у вас удостоверения уже нет? Нет. Окей. И тогда можно, пожалуйста, еще договор сессии увидеть? Договор сессии вы можете заказать на нашем сайте, он оставлял вам в проспекте, на электронную почту. Это не является доказательством? Еще есть. Если вы говорите о том, что там будет первая и последняя страница, то это не является никаким договор сессией? Значит, договор сессии является коммерческим документом. Он представляет собой документ порядка 30 страниц. Так. Там перегружено с техническими деталями, какие носители, какие сроки и так далее. К делу не относятся. Да неужели? И еще приложение. Страниц на 100, 150. Вот. Мы можем вам предоставить первую и последнюю страницу и выписку конкретно по вам. Угу. Вот. Собственно говоря... Ну давайте, заказанное письмо на адрес моей подписки. Нет, так это не делается. А как это делается? Это делается, если вы хотите именно получить на свою электронную почту, это вы можете сказать на своем случае. А мне от вас ничего не надо. Еще вы можете... В соответствии с Гражданским кодексом, 385 статья, вы должны доказать свою правоприемственность. И мне для этого делать ничего не нужно. Это ваша проблема. Это не проблема вообще на самом деле. Ну и отлично. Вот. Есть вариант приехать в офис. Не поеду никуда. Ради бога. Дивиды на чтобы хлеб за брюхом бегал. Вам же это что-то нужно от меня, верно? Да нет, это вам нужно. Мы продаем вам по большому счету. За мотивируйте меня. А кредитную историю чистую. А у меня все в порядке с кредитной историей. Да в том-то и дело-то, что нет. Ну почему-то я пользуюсь уже картами, вовсю и ничего. Пожалуйста, это ради бога. А вот если захотите что-то там, аплотеку или еще куда-то, вам надо страшно от этого. В замечательной Российской Федерации я не буду ничего брать. Это раз. Тупник. Ради бога, это пожалуйста, это вы можете так считать. Может быть вы сами себе все простили, но это не соответствует действительности. Ну, Абербанк, Тинькофф и еще пара банков считают по-другому. До тех пор, пока вы пытаетесь взять там что-то. Уже есть все. Все уже взято. Ну, ради бога. Не произноси имени господа бога твоего всуя. Если вы так считаете, я так понимаю, вам наше предложение неинтересно. Вообще нет. Я вам предлагаю, я говорил уже вашим операторам, говорил там еще каким-то там сотрудникам, будем так их называть, через суд. Только не забудьте, что я там... Это хорошая позиция. Только не забудьте, что я там напомню о том, что истекла двести третья статья уже давным-давно. Вы можете считать как угодно. Отлично. Но почему-то с тех пор, как вы меня начали звонить больше двух лет назад, вы так и не пошевелились. Вы ждете, пока еще один срок, из какой давности пройдет. Это наше дело, как мы будем... Ваше дело. Я согласен с вами. Мы вообще-то хотели на партнерских отношениях. Я знаю, на каких партнерских отношениях это все работает. Как только я плачу вашу вам копеечку, сроков с какой давности прерывается. И потом я уже никуда не денусь. А сейчас... Я вам информацию всю даю, где вы можете все это взять, тоже предоставил, сайт, офис, адрес офиса... Если у вас есть ко мне какие-то официальные претензии, предложения, все делается заказными письмами на мой адрес прописки. По-другому нет. По телефону вашим ухарям скажите. Звони бесполезно. Вы знаете, мы же так не разговариваем с вами. Почему же вы-то так грубо пытаетесь спровоцировать меня на что-то? Я вас. А я, разве я, что-то грубое сказал? Да, да. Зачем вы такие прозвища говорите? А потому что вы всю страну заебли. Вы еще... Вы по КБшнике еще самые такие. Более такие мягкие. А вот я лично встречался с... Деньги на дом, рост деньги. Друг у меня. Это другое. Там такая шушера работает. Это совсем другое. А вы, несмотря на обертку красивую, вы делаете то же самое. Вы врете людям. Ни в одном пункте. Ни в одном. Вы сейчас... В чем? Вы уверены, что вы сейчас, отправившись в суд, что-то добьетесь? То есть... Я работаю судебно. Понятно. Вот я вам скажу. Вы ничего не добьетесь. Иначе вы бы давно уже подали. Ну, это вы так считаете. Но почему тогда вы... 14 лет ваше ПКБ сидело на жопе. Сидело на жопе. Сколько? Ну, это же не моя проблема. Правильно? Ну, вам считается это не проблемой до тех пор, пока вас это не коснется. Потом, когда люди касаются, сами прибегают. Только условия... Я могу вам рассказать, как это будет. Это будет очень просто. В первую очередь, вы пойдете, если пойдете, то судебным приказом. Судебный приказ я отменю. Если вдруг вы пойдете с иском, в чем я сильно-сильно сомневаюсь, там я заявлю о 230-й статье. И укажу момент, когда был кредит взят. А это 2006 год? 2005-2006. 2006. 14 лет. Значит, смотрите. У вас... Да, это все вы верно говорите. Отчасти. Опять же, это суд там решит, прошли исковые сроки или нет. По вам имеется запись в кредитном досье. Вот до тех пор, пока она вас не будет колотить, вы, может быть, и можете так считать. Когда она вас коснется, именно кредитная история, тогда вы по-другому будете считать. За 14 лет она меня никак не побеспокоила. Об этом долге знаете только вы и я. Все. Конечно, и вы тоже знаете. Так а меня она вообще не волнует. Абсолютно. Хорошо, вас не волнует. Мы ждали годами, мы еще можем подарить. Нам не судья. Знаете, что ваша одна сказала? Тетенька на телефоне сказала, мы будем звонить десятилетиями. Это вперед. Друзья, это лайк заслуживает. Вот это вот досье. Годами ждали, еще подождем. И про то, что мы будем звонить десятилетиям. Я забегаю вперед, да? Вот про это досье. Это, ну, вообще, до такой степени хохма. Шухер просто. Досье. Я понимаю, когда эти, извиняюсь за выражение, пиздюки там двадцатилетние, неосознанные там в этом Альфа-банке или еще в каким-то МБА-финансном, эти дояркие, мельколхозницы, вот такую ересь несут. Но этот же, блядь, вроде в городе в каком-то эту рожу, да, вот такую делает. Стоит, шатается. Явный признак, что нервничает. Глаза закатывает. Точно вот на ходу пытается соображать. В общем, балдокрут великовозрастный. Это вот не дать, не взять. Притом при всем, что занимается вот этой работой пацанячей, которая рассчитана... И он, наверное, когда пришел, устраивался. Наверное, сам этот, кто на работу принимает, глаза округлил. Думает, дядя, ты что, дурак, что ли? Как говорят, в луну въебался, что ли? Да свалился тут сверху, блядь. Звоните. Это глупо. Я, например, звонить вам точно не буду. И приезжать к вам не буду. Мне это не нужно будет. Я понял ситуацию. Я думаю, после того, как мы сейчас с вами поговорили, я вам ситуацию все объяснил, как я ее вижу. Я думаю, ну, вы вряд ли поедете снова. То же самое сказал ваша мама. Только она более эмоционально, как бы, это высказывает все. Вот. Позиция уважаемая, говорю. Но до тех пор, пока она вас не касается... Зато у вас очень неуважаемая. Еще один лайк. Да. На самом деле все хорошо. Зайдите в интернет, на ютуб. И что? И посмотрите, что о вас думают. Не конкретно о вашей масти. Что думают о должниках. Да. А что думают о должниках? А у вас у самого нету исполнительных, случайно? Нет, нет. Нет. Это нам запрещено. Вы просто ангел. На самом деле иметь. У нас не работают люди, которые с долгами. Это запрещено. Прекрасно. А как какой-нибудь одинокой мамаши собрать ребенка в школу, если не зарядиться в кредит? Ну как это связано? Да вот так это связано. Наша замечательная правительница догнала в долговую кабалу всех. А вы пособники. Да при том. Потому что вы, по сути, вы пособники, просто пособники вот этой хуйни всей. Извини за мой французский. Плохой французский. Очень плохой. И неконструктивный. Ой, давайте не надо мне вот конструктив. Мне в принципе достаточно. Ситуация ясна. То есть я вам прямым текстом сказал. Я знаю. И ваши телефонные попрошайки тоже звонить больше не будут. До свидания. А кто они? Вымогатели. Они пользуются незнанием людей, незнанием законов, незнанием своих прав. А я их знаю. Пусть по минимуму, но я их знаю. И меня вы просто так без хрена не сожрёте. Можете попробовать. Боюсь, что ваше ПКБ во главе с Михмелем подавится. Михмелю привет, кстати, передайте. Ты напишите им. Я ему уже передавал привет. Он обиделся. Что-то ещё? Я всё, я уже включился. Всё. До свидания. И вот здесь, друзья, в очередной раз напомню. Статья 203 ГК РФ Гражданского кодекса Российской Федерации. Называется просто «Перерыв течения срока исковой давности». Течение срока исковой давности прерывается с совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. Поэтому я всегда вам говорил, не подписывайте нифига ничего, никогда. А вот вообще, от слова «абсолютно». Если вы не собираетесь платить, если вы дожидаетесь суда. Ну, так или иначе, если вы наш клиент, вас, естественно, об этом уведомят наши специалисты в любом случае. Потому что в этой же статье написано «После перерыва течения срока исковой давности начинается заново». «Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок». Речь идет о нашем случае, в гражданском велопроизводстве, 3 года отсчитываться должно. Но при определенных обстоятельствах. Но уж точно 14 лет все эти возможные негативные обстоятельства, неудобные, нивелируют. У меня есть в плейлисте «Что делать, если» целый ролик о сроке исковой давности. Поищите его, пожалуйста. Зайдите на плейлист «Что делать, если» Еще есть плейлист «Обращение Кузнецова-Дмитрия». Это два плейлиста, переполненные очень полезной информацией, за которую, простите, отдельно нужно брать деньги, но там все бесплатно. В доступе выложено, без всяких там донатов или каких-то спонсорских подписок. Все просто берите и смотрите на этот расчет. Вот у нас канал в этом смысле альтруистичный. Но так или иначе, я надеюсь, вы сделали необходимые выводы для себя. Я еще хочу добавить про договор цессии. Вот про то, что он говорит о 30 листах, плюс еще сколько-то там сотен листов технически сложной информации. Балабол, щекотряс, неудачник великовозрастный, еще и не знающий свою собственную работу, хоть и позорную, но ее тоже нужно знать. Если мы возьмем какого-нибудь простого ассенизатора, он хотя бы знает, как устроена говновозка. Если она сломается, он сможет ее починить. Ну, я, кстати говоря, с определенной степенью иронии, такой даже может быть сарказма об этом заявляю, но ассенизатор тоже нужен. И он, поверьте, нужнее, чем вот эта вот каломасса. Хотя звучит это тоже, как многие из вас пишут, калоприемники, коллектор, это то есть трубопровод для спуска нечистоты. Они все это понимают, эти вот аналогии, естественно, не один раз слышали, и все равно идут туда работать. Я еще раз говорю, ладно, там пацаны, извиняюсь за выражение, пиздюки какие-нибудь там неразумные, да тетки тупые. Но вот этот же, вроде, какой-то интеллект даже промелькнул в глазах. Ну, шатается, как я уже сказал, нервничает, губы сухие идут. То есть даже человек, не обремененный какими-то особыми знаниями, распознает жильчайшее волнение, да. Но еще он сейчас нам скажет, что он любит свою работу, или кто-то из таких, как он, напишет нам. Ладно, про договор цессии. Что такое договор цессии? Настоящий договор цессии, на основании которого можно заявить о правопреемственности долга. Только в таком виде он должен быть, как я уже много раз говорил. Три субъекта юридического права. Это первый кредитор, должник, один должник, один конкретный должник и правопреемник, коллектор. Вот в таком формате договора в цессии у них не существует. У них вот что происходит. Как они сказали, первую и последнюю страницу. До такой степени надо быть тупым, чтобы думать, что кто-то на это поведется. Но это же до такой степени. Это все равно, что у меня есть из паспорта выдрать все страницы и предъявлять полномочному лицу, там, если, допустим, загранпаспорт на границе, иметь первую и последнюю страницу. Вроде там фотка-то есть, да. Но простые вещи для понимания. Так вот, почему он так говорит? Да потому что наполнение этого озаглавленного документа, озаглавленный как договор цессии, на самом деле наполнение этого документа не несет в себе ничего похожего на настоящий, юридически обоснованный, правильный договор цессии. А на основании 452 ГК РФ статьи можно этот договор, скажем так, признать ничтожным, незаключенным, спорным, в конце концов, как минимум. Дело в том, что у них там прописана куча, портфель, это никакой не договор цессии, портфель, куча людей прописано там, 100, 200, 300 человек, 400 тысяч человек прописаны, которые им банк отдает как проблемных задолжников. Ничего общего с договором цессии здесь нет, далее они не смогут подтвердить факт покупки именно вашего долга, именно вашего долга, чтобы вы в суде могли претендовать на возврат именно тех потерь, которые понес правоприемник. Грубо говоря, купили они ваш долг стоимостью миллиона рублей за 20 тысяч рублей, хорошо, за 200 тысяч рублей. Так вот, в суде совершенно спокойно можно сказать, вот потери правоприемника, 200 тысяч рублей, я готов их возместить, плюс там какие-то небольшие проценты. Но ни в коем случае не те деньги, которые они требуют с вас. Но доказать то, что они именно на вас, на вашу персону потратили вот эти условные 200 тысяч, но в данном конкретном случае хоть какую-то сумму, да, они не смогут никогда. Просто нет элементарно бухгалтерского сопровождения в этом смысле. Нет доказательств того, что они перевели эти деньги. Поэтому я всегда говорю, на наших клиентов уж точно коллекторы в суд не подают, но ограничивается бывает судебным приказом, но это для дураков. Вот просто для дураков, которые вообще всего боятся. А про судебный приказ я тоже много раз рассказывал, что он отменяется на основании 129 ГПК РФ. Посмотрите, почитайте. ГПК уже здесь, Гражданско-процессуальный кодекс. Ну и, в общем-то, на этом все. Договор о цессии у него никакого нет, у его рабовладельцев нет никакого договора о цессии. Если этот полуобморочный дедуля, на закате лет, доживающий свою позорную, я уверен, жизнь, вот таким еще более позорным способом, слышит меня этот дедуля, то устыдись, блин, почитай комментарии. Я всегда говорю, мало смотреть, надо еще читать комментарии. Ну а мы с вами переходим на аудио. Здесь, к сожалению, мы не увидим этого, но я бы много заплатил, чтобы увидеть это чудо. Итак, друзья, мы сейчас слушаем аудиодорожку. Спасибо огромное, спасибо автору огромное за этот подарок для нашего канала. Вы эти деньги чужие отдали, понятно? Капуста, морковки, да, чтобы отдали туда. А ты почему не говоришь, куда отдавать-то? В Екапусту? Вот так вот. У меня один только там, в Екапусте. трясти будет, только вы тогда заплатите, когда вас люди одной рукой за нос три поддымут на глазах вашего отца. Ага. Только после этого мы эти деньги доним. Ага. И вы знаете. Ага, ты из 90-х что не оклемался до сих пор? Нозу возомнили. А которые сами... Друзья, вы ничего... Я ничего не перепутал. Это вот то, что вы слышите. С одной стороны, нормальный голос, это обычный человек. А с другой стороны, коллектор. Я ничего не перепутал. Я понимаю, что многие из вас начали там по ушам себя хлопать, наушники проверять. Может быть, какой-то другой файл включился. Нет, это то, что вы слышите, так оно и есть. Я ничего не представляю, как букашечка. Ага. Вот так вот. О, какой ты, какой герой ты, ёпт. Вот, пожалуйста, Александр Иванович, начальник вашего отца. Он уже давно, он давно уже не начальник, если ты не в курсе. Он давно уже не начальник. Я уже уволили, блядь, годы три назад, а ты сейчас только очнулся. Может, что-то собака будет смеяться над вами, проходя мимо вас. Да на тобой-то смеются. И, кстати, завтра зайдешь в YouTube, завтра зайдешь в YouTube, наберешь... Слушай меня. Завтра зайдешь в YouTube, наберешь канал Дмитрия Кузнецова. А-ля, мы услышим тебя там. И посмотришь комментарии, как тебе там пишут. Нормально, если бульсарки, что придет ловить рыбу, он пойдет с зазана ловить нам окушательники. Да я ловлю рыбу, я рыбу тоже ловлю. Мне это заводится. Вы любите ловить нормальным мужем? А мне это тоже нравится. Я ловлю рыбу, мне нравится. И кормить с курицем семью, или с бредем судака забирать вдоль берега. А такие, как вы, поколение Пепси, чьи родители... Какой поколение Пепси? Я вырос в деревне и живу в деревне. Я умею все, что ты даже не можешь, поверить. И жизнь хорошую не видел, поэтому... Такие, девушки, как вы, предатели народа. Предатель народа. Ой, предатель народа. Я служил, служил в армии, долг нам отдавал. Не надо меня сейчас лечить здесь. Ух, 21 в августе заездили на Курс-Тумане. Ваши родители, предатели Советского Союза. Да что ты, черт побери, такое несешь? Советского Союза таких отзывов, заработок, простыня и паразитов. О, блядь, вот это ты льешь. Ты че там употребляешь? Чинжок. Че употребляешь-то? Я вообще в шоке над тобой, блядь. На канал Кузнецов Дмитрий, завтра зайди, послушай тебя там. Завтра будет... Компания Альян в Ютубе, пиши. Напиши. Напиши в Ютубе компании Альян, завтра сам тебя услышишь. Посможешь комментарии, там тысяч 10 комментариев будет в свою сторону. Ни одного приятного. Семьюристы вам не помогут. Вы все, блядь, люди. Тебя завтра просто... Вы все в интернете. Вы даже попугались. А надо на обозрение. Надо на обозрение вставить. Ни цензурных людей. Ни культурных, ни воспитанных. Ни воспитанных таких, как ты, нужно показывать народу. Таких невоспитанных нужно. Все, вы все в том, что вы все в мировой кем-то поделите. Че, хуй. Папа-человек. Че говорит, блядь, не понимаешь я вообще. Я пищевочек тебя не понимаю. Ты помнятнее разговаривайся. Ни разу не поднимите гири. Какие гири? Я-то? А ты уверен в этом? Че, схлестнемся, может быть? Может, схлестнемся? Ваши страхи не выдержатся. Давай схлестнемся. Че? Кто не поднимет? Че? Вот так вот. Ты вот не знаешь человека, рассуждайшего. Ты знаешь меня в лицо? Ты меня лично знаешь? Не надо рассуждать. Не надо рассуждать людей, когда ты их не знаешь. Потому что, может, я мне с таком казался, что сам будешь, блядь, слабее того человека. Че ты вот несешь? Увереный в тебе. Деньги отдадите. Присципиально деньги отдадите. Я отдам тому человеку, который взял. Если я дал МФО, я и буду общаться с вами с тобой. Год, я год вас буду переведать. Не надо мне отдавать декасы. Я себе деньги не прошу. Верните в эту компанию. Ну вот они, пускай они мне звонят. Сами все говорят под свою ответственность. С горячей линии представляют. Звонят со столом. Звонят со столом. Правильно я говорю. Когда позвонят? Они вам звонили. И вы их посылали на трясутку. Да не может быть. Вы в локе. Не может быть такого. Вы в локе. Нет, ошибаюсь. Такого не может быть. Ну вот я еще и натяну из-за того, что они мне не проинформировали заказным письмом, кому передали. Они вас передали незаконно, говорю открыто. Потому что вы если панкортом будете, мы вас будут дальше. Ну и что? Ну и что? Ну, а что ты этого? Земля-то круглая, ты понимаешь? В одну причину можно столкнуться. Можно столкнуться с тобой. Вы в Екатеринбурге приедете с лопатки, щегол. Я говорю, в Новосибирск. В Новосибирск. Бульвар культура, дом 2. Давай на нейтральной стороне. Вот давай реально. Если ты мужик, вот если ты мужик. Вот давай встретимся реально. Вот так. Давай реально встретимся с тобой мужик. Давай в Самаре. В Самаре на нейтральной стороне. Давайте в Самаре. Я буду в Самаре. Нет, в Самаре нет. В Москве. Вы в Москве сами знаете, кто живут. Такие как вы. Узких джинсов. Да ты на всю Москву. Да ты и сам всю Москву кормишь. Вся Россия работает на Москве. И ты работаешь как миленький на Москву. Ёптать. И ты работаешь. И признайся в твоих ошибках. И колесом ты работаешь в таком возрасте унизительно. Двойнинг. Ёптать. А руками ничего не можешь. Нихуя ничего не можешь. И вот за это и стыдить. Мне не стыдно. Я от этих дел избавлюсь. Они уйдут у меня. И жизнь у меня нормальная будет. А у тебя будет всю жизнь на плече такой грудь. Всю жизнь. Да, друзья. Но здесь, простите, без комментариев. Потому что единственное, конечно, сделаю всем замечание. Не уподобляйтесь коллекторам. Да, нужны простые вещи. Нет, спасибо в любом случае автору. Нет такого слова. Позвоним. Позвоним. Я коллекторов за это ругаю. И вас тоже поругаю. Уважаемый автор. Но вы нивелировали эту свою ошибку филологическую твердостью своего характера. Просто я знаю, что вы человек благоразумный. И вы быстро примете на вид это замечание. Это доброе замечание. Звучит некрасиво. Тем более вот так вот. Я просто сейчас предупреждаю негативные комментарии. Да, мне тоже не понравилось. Но извините, я не могу всех научить нормам правильного общения. И сам в этом смысле только азы самые основные знаю, понимаю. Поэтому давайте со снисхождением отнесемся к автору этого ролика. Я уверен, он сделает выводы. Ну а тот, который, даже не знаю, как его назвать. Пидорасина. Ну что, ну это комедия, комедия. Спасибо, спасибо. Сделал день. Многим сделал день. И кто-то говорит, коллекторы – бесполезные существа. Нет, друзья мои. У меня инсайт. Они очень полезны. Это огромный, очень полезный терапевтический эффект. В смысле положительных эмоций. Я только подгоняю эту ситуацию для вас. А вы уж пользуйтесь на здоровье. Не забывайте писать комментарии. Я думаю, что и видео заслужило лайк, и аудио заслужило лайк. А если вы хотите их много поставить, я напомню, это сделать несложно. Под одним видео можно поставить и 100, и 200 лайков, и больше. Просто читайте комментарии и понравившиеся лайкайте. Дело в том, что YouTube это воспринимает как активность на канале. И в этой связи каждый лайк, поставленный под каналом, оценивается YouTube как лайк, поставленный под видео. Да, под видео можно поставить только один лайк, либо дизлайк. А комментариев у нас под каждым видео, а я уверен, под этим будут сотни комментариев, расценивается YouTube равноценно. Поэтому я вас призываю, поделитесь, кстати говоря, этим роликом, ну и, естественно, активность проявляйте. Ну а мы давайте, как я и обещал, попробуем еще пару-тройку звоночков от коллекторишек принять. Потому что, как без этого, для полноты контента. Алло. Алло, да. Это компания Эверетт, инспектор Андреева Яна Александровна, все разговоры у нас записываются. Скажите, Светлана Викторовна, знакома вам? Почему вы интересуетесь? Ну потому что звонили на ее номер телефона, отвечайте вы. Вот и интересно, почему номер ее к вам попал. Ну а вы кто? Какие у вас с ней отношения? С ней какие отношения? Ну да, я... Если вам это все объяснять, вам-то какая разница? Она знает, почему. Ну так, какая разница? Извините, я близкий человек, очень близкий, самый близкий человек. Мне очень любопытно, какие взаимоотношения моего партнера по жизни могут формироваться в течение жизни. Что такое там у вас? Что за эхо? Тогда вам нужно у супруги поинтересоваться. Светлана Викторовна, почему? Хорошо, я поинтересуюсь. Не, ну она мне говорила. Да? Ну а чего тогда мне вопрос-то задаете, если вы знаете все с вами? Я поэтому и задаю. Она мне говорит, какой-то Эверест звонит и какую-то чепуху постоянно несут, и я не знаю, кто это такие. Она не знает, кто мы, да? А-а. А никто не сообщал ей об этом. Никаких отношений не фиксировали. Для того, чтобы ей сообщили, надо с ней хотя бы иметь общение, а его по отношению пока нет. Она на связи не выходит. У нас Почта России прекрасно работает в стране. Что на нашу почту вообще не придется никогда в жизни? Что ты боишься-то? Прекрасно работает. Очень долго, правда, работает. Не, нормально. А вы-то зачем его отправили? А кто должен был отправлять? Кредитор. Серьезно? Сто процентов. Закон так говорит. Закон много чего говорит. Да. А вам плевать, да, на то, что он говорит? Нет, нам как раз-таки нет, в отличие от вас и вашей супруги. Ну, не знаю, насчет вас, вашей супруги точно, сто процентов. За это можно ответить. Подождите, 230-й федеральный закон, в части статьи 9. Не перебивайте меня, пожалуйста. Говорит о том, что первый кредиток... Да, и вы для меня подсторонний абсолютно человек, который к этому вопросу... Ну, хорошо, не разговаривайте, но закон посчитайте. Да вы тоже обратитесь к кому-нибудь из знакомых, близких, кто юридически обременен знаниями. Мне, как человеку, имеющего юридическое образование, ваши вот эти подсказки не нужны. У меня, как человеку, имеющего юридическое образование... Ха-ха-ха, Эверест, вы имеете... Подождите, стоп-стоп-стоп-стоп. Понимательно и понимать, о чем идет вообще речь. О том, что еще может быть, о том, что мы какое-то соглашение... Ой, бля, как невозможно. Юрист из Эвереста, юрист из Эвереста. Ребята, многие из вас тоже могут наткнуться в статье 9.230 федерального закона на последнюю срочку, в которой написано, что если это не предусмотрено дополнительным соглашением. Коллекторы настаивают на том, что это прописано в договоре. А закон говорит четко о том, что это должно быть дополнительное соглашение, заключенное отдельным документом. То есть вы в отдельном документе, да, отдельно составленном документе должны дать свое согласие на то, что якобы там вас будут смс-ками уведомлять, и вы согласны, через какой-нибудь там личный кабинет и так далее. Либо вообще уведомлять не будут. Но этого никогда не происходит. Закон в этом смысле не двусмысленно заявляет. Только первый кредитор только письменно через курьера или по почте России уведомляет вас о наличии каких-то новых фигурантов в ваших с ним взаимоотношениях. И почта России работает прекрасно. Из Москвы в Владивосток письмо идет обычной почтой не больше недели. Добрый день. Да, да, да. Долговое агентство Дельта М. Зовут меня Сача Владислав Максимович. Я специалист отдела досудебного взыскания. Уведомляю вас о том, что данный разговор записывается. Скажите, Алектина Геннадьевна, вам данный человек знаком? Конечно, знаком. Супруга моя. А кем она вам? Отлично. Я так понимаю, это ее номер телефона, верно? Ну, у нас в семье все сим-карты на меня оформлены. Так что, да Юрий, это мой номер телефона. Ну, а она фактически этим номером пользуется? Конечно, ну, не, ну, конечно же, я купил сим-карту, оформил договор, естественно. Нет, имею в виду сейчас. А она ей пользуется? А, да, она ей, конечно, пользуется она. А вы почему интересуетесь, простите? Вообще, я звоню по поводу ее нерешенства финансового. Знаю? Ну, знаю все вопросы. Ну, точнее, не вопросы. Как бы вопросов-то у нас с ней нет никому. А если у вас есть какие-то вопросы. Ну, вот именно, вот как вы сказали, долговое агентство, вот с ними, с вами уж точно никаких у нас взаимоотношений не существует. Да, в том-то и дело, к сожалению, это не так. Вы далеко в этом ошибаетесь. А, как? А, как? А, как я прощаться могу? Как вас зовут? Меня зовут Дмитрий Евгеньевич. Ага, хорошо, Дмитрий Евгеньевич. Обоснуйте, пожалуйста, последнее ваше заявление. С вами нет, с вашим долговым агентством вообще никаких у нас документов нельзя фиксировано. Вот я вам говорю, к сожалению, это не так. К сожалению, тоже более информации предоставить не имею права. Согласно, 30-м официально. А что у нас с вами там такое? Не, ну, дело в том, что ладно, ладно, какого кредитора вы представляете, скажите, пожалуйста. Ну, по логике долговое агентство, да, это долговое агентство, да. То есть вы там, это коллекторская контора, да. То есть вы должны действовать на словании... Ну, нет, коллекторская организация, долговое агентство, это немного два разных понятия. Пиздоболы. А, ну, все равно субъект юридического права, юрлицо, организация, да, зарегистрированная в реестре... Ну, вы в реестре зарегистрированы коллекторских организаций? Что? Вы зарегистрированы в реестре коллекторских организаций? Да, да, да. Ну, о чем вы говорите, вы не коллекторы? Также вы зарегистрированы в реестре как лицо, наделенное возможностью обрабатывать персональные данные, я правильно понимаю? Да. А что вы с такой паузой? Сомневаетесь, что ли вы? Хорошо. Не-не, еще не все. Еще не все. Значит, мы пришли к выводу, что вы обычная коллекторская организация. Я понимаю, стыдноватая об этом... Ну, это вы к этому пришли, вы к этому выводу пришли. Ну, хорошо, я пришел к выводу, что мне сейчас звонит коллекторская организация, которая должна безукоризненно соответствовать во время осуществления коммуникации 230-му федеральному закону. Именно вашу деятельность регламентирует этот закон. Он был сформирован в первую очередь для микрофинансовых организаций и коллекторских структур. Иначе, если вы не имеете права, тем более в затруднительном таком положении, вы не знаете точно, зарегистрированы ли вы как оператор по обработке персональных данных. Так вот, 230-й федеральный закон говорит однозначно и недвусмысленно, что в части статьи... Я попрошу вас не перебивать. В части статьи 9, что первый кредитор обязан в 30-дневный срок уведомить о возникновении третьих лиц в формате взыскания задолженности о привлечении этих третьих лиц, он должен сообщить, указать полные данные, ну и уведомить, собственно говоря, через почту России, либо курьером под подпись. Ну, там еще есть строчка, либо другим способом зафиксированным в дополнительном соглашении между кредитором и заемщиком. Так вот, никаких дополнительных соглашений мы... Да, не перебивайте, наберитесь терпения. Так вот, никаких дополнительных соглашений мы не фиксировали с кредитором. В этой связи только лишь через почту России, либо курьером под подпись. Никакого уведомления не было. О наличии третьих лиц мы не уведомлены. Компания как-то там, долговое агентство, которое стесняется признаться, что это коллекторская структура, по понятным причинам. Хотя это ничего не меняет, как бы вы там ни назывались. Нет, в перечне, в законе таких вот структур, да, не должно так юрлицо называться. И оно, если подает заявку на регистрацию в реестре, должно четко, конкретно в заявлении писать, что мы хотим, чтобы нас внесли в реестр коллекторских организаций. В этой связи, юноша, еще раз повторяю, я, если вам угодно, для себя сделал выводы, что вы коллектор. Коллектор, работающий в коллекторской организации, действующий в данный конкретный момент незаконно, потому что у вас нет никаких доказательств того, что мы уведомлены. Если есть у вас доказательства, то попробуйте мне предъявить трек-номер письма, который у вас должен быть. Трек-номер письма я сейчас же забью в интернет, на сайте Почты России. И увижу, где, в каком статусе это письмо, уведомление, причем это заказное письмо, совершенно спокойно увижу, где это письмо. И если, конечно же, оно на почте, я сбегу его получу, точнее моя супруга сбегает, это сделает, поставит подпись, вы будете уверены, что мы его получили. После этого, пожалуйста, звоните. И, может быть, мы, если захотим, мы станем с вами общаться. А теперь ваше слово, юноша. Вы выговорились, верно? Нет, это нельзя так называть. Я выразил свое мнение. Своё мнение, подтвержденное аргументами. Хорошо. Во-первых, вы, я так понимаю, еще и юрист. Алектина Евгеньевна, верно? У вас, то есть, имеется лицензия на осуществление юридических услуг. Юноша, не парите ересь. Давайте, как только вы ересь ляпнете, я вам об этом сообщу. Хорошо, я подожду. Я даже для себя напишу, лицензия, вы ересь, лицензия. Номер один, лицензия. Если вы наберетесь смелости выслушать мои аргументы, то я... Митрий Евгеньев, вы уже сказали достаточно. Теперь вы сказали достаточно. Не, ну... Соответственно, вы сможете предоставить документы, что вы являетесь, действительно, доверенность точнее, от Алектины Евгеньевны, что вы являетесь официальным представителем. Кому? Кому доверенность нужно предоставить? Нашей организации, но надо... А, подождите, а нам от вас что-нибудь нужно? Вы ничего не перепутали? Кто на... Это... Я вам позвонил за информацией? Или вы ко мне обратились? К нам, точнее. Вы сюда звоните. Поэтому слушайте далее и не перебивайте. Так. Ага. По поводу документации. Чтобы вам не прислали, вы не увидели никакой документации. Вы, Алектина Геннадьевна, когда к вам встречный вопрос? Нет, я ее супруг. Ну, вы супруга. А как это подтвердиться? А может... Да никак. Мне зачем это подтверждать? Я вам заявляю, что я имею доступ ко всем ее документам. Значит, тем более, если вы юридически грамотный человек, кстати, отправьте нам лицензию, даже не лицензию, доверенность. Давайте определяться, что вам нужно конкретнее. Вы имеете право представлять ее интерес. Тогда мы с вами переговорим. А пока Алектине Геннадьевне передавайте... И скорее, скорее сливайтесь, да? Скорее. Или вы наберетесь смелости меня до конца выслушать. У нее образовался нерешенный финансовый вопрос. Нет у нее вопросов. Итак. 15 сентября 2020 года. Во избежание негативного поступления. Выражаясь вашими словами, когда вы выговоритесь, не-не-не-не. Я ничего передавать не буду. Я этот вопрос решу самостоятельно. Ну что, смелости не хватает? Да не буду, сказал, записывать дальше. Юноша, вы русский язык не понимаете? Только не сливайтесь. Здесь есть тема для дискуссии. Люси, лицензия, доверенность, блядь. Ай, какие смешные. Ой, господи ты, боже мой. Несчастные и беспомощные существа. Про лицензию для вас, господа, блядь, недоумки. Лицензия нужна для ведения адвокатской деятельности. А здесь, в данном конкретном случае, речь идет о гражданских взаимоотношениях. Здесь адвокат не нужен. Это раз. Во-вторых, беседовать с ним, даже если вдруг какая-то лицензия бы понадобилась, я могу и без лицензии. Есть такой термин «устная доверенность». И она совершенно легитимна, та самая «устная доверенность». Представлять интересы человека на любом уровне можно совершенно обособленно от всяких там каких-то сопроводительных документов. Другое дело, им это не нравится. Теперь про доверенность. Зайдем с одного такого незаметного для них неожидаемого, как говорится, входа. А ты на основании чего действуешь? У тебя есть доверенность? Я об этом вот в начале ролика говорил. От лица, наделенного правом действовать без доверенности. От руководителя, юрлица, а это юрлицо, естественно, позиционирует себя как оператор по обработке персональных данных. И кого попало, коммуникациям с человеком допускать не имеет права. Только лишь человек, у кого есть доверенность. Это раз. Ну, во-вторых, самое простое и понятное. Это вы, придурки, нам звоните. Какие еще документы? Да, вам втемяшили, мы понимаем все, понимаем, что вы из-за своего скудоумия думаете, что вы бога за бороду ухватили коллекторы. Хотя сами же и стесняются этого. Мы не коллекторы. Долговая агенция – это немного другое, нежели коллекторская контора. Да то же самое. Тот же список труб, по которым течет фекальная масса. Вот это и есть коллекторы. Видимо, очень был мудр тот человек, который придумал в свое время коллекторов, вот эти службы и так их назвал. Либо совсем глуп был. Так или иначе, конечно, пишется это немножко по-другому, но мы же все понимаем, как это звучит. Ну что ж, про доверенность я много раз говорил. Напомню еще раз. Это вы сюда лезете. Вы нам звоните. Другое дело, если бы мы к вам в банк пришли и сказали, вот я такой-то, такой-то, а мне нужна информация или там какая-то, какие-то комментарии по поводу того либо иного человека. Я ее представитель и вот моя доверенность. Ну, думаю, на этом все. Друзья, включайте мозги, переставайте бояться. Те, кто еще до сих пор трясется. Именно незнание, повторю, порождает тот самый страх. Я всем желаю счастья, здоровья, финансового благополучия вам и вашим близким. С вами был, как всегда, Дмитрий Кузнецов. Ну и, конечно, главные герои этого действия. Напомню про лайки, дизлайки, про комментарии, естественно, напомню и настаиваю на том, чтобы вы поделились в соцсетях по возможности этим и другими роликами. Канал нужно развивать не из-за того, что я это хочу, а из-за того, что вы сами пишете. Как можно больше людей должны знать правду. Простую, очень легкую и очевидную, но очень в то же время нужную правду. Пока, увидимся. Банкротство физических лиц, признание арбитражным судом неспособности гражданина, исполнять финансовые обязательства и вести расчеты с кредиторами. Начать процедуру в праве любой гражданин, чей суммарный долг перед кредиторами превысил 500 тысяч рублей и просрочка по платежам составляет минимум 3 месяца. Гражданин имеет право на подачу заявления в арбитражный суд в случае, когда предвидит, что он будет не в состоянии исполнять обязательства перед кредиторами. Как же происходит процедура банкротства? Этап первый – подготовительный. Второй этап – подача и рассмотрение заявления. И заключительный этап – вынесение решения. Наша компания гарантирует успех. При банкротстве списываются долги по кредитам, долги по налогам, коммунальным услугам и прочее. Защиту от банкротства не страдают родственники должника. Свободу – после банкротства можно выезжать за границу и жить полноценной жизнью без долгов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok